парень всем привет все полностью вкинул движок собрал все там полностью подсоединил зацепил гушитель привязал уже пробовал запустить сначала гидрики не прокачивались а какое-то время но сейчас они уже подкачались а и все на какой-то один гидрик там чуть-чуть немножечко подкладывает не прокачался еще ну а так сейчас я еще попутно там тормозами занялся поменял трос ручника с двух сторон справа слева старый трос который стоял за это время сколько 5-6 месяцев он стоял гольф пока я занимался движком и всем остальным трос короче заржавел сгнем пришлось его вырезать выкинуть и купить новые троса сейчас ручник будет снова хорошо работать с новыми тросами пока трос не растянутый ручник будет нормально работать ну заодно там ревизию сделал с колодками задними и поменял одну заднюю трубку одна трубка задняя сгнила короче говоря потекла так вот я сейчас купил на базаре новую трубку и сейчас трубку поменял прокачиваю тормоза накачал все отпусти запусти движок послушаем как движок работает заглуши заглуши запусти вот какой-то клапанок подвисает где-то вот тут в середине на чуть еще здесь поменял шкивы шкив помпы поменял и шкив коленванов поменял почему потому что когда прокладку поставил новую на помпу то помпа вот сюда вылезла и ремень вот так криво бы стоял пришлось короче под шкив делать прокладку шайбу сейчас он вот так немножечко играет надо короче с этим потом что-то разобраться чтобы ровненько более ровно шел более нету ровных шкивов нигде три шкива поменял и все равно они вот так играют немножечко есть них разбег и вот этот шкив на генератор тоже нигде не могу найти продается вместе целиком с генератором а никто отдельно не продает новый китайский они сюда не подходят уже пробовал два штуки брать и они тоже кривые в общем выкинул на старом шкиве пока так движок сейчас пока так работает в общем крыш крышечку засасывает туда вот он прям ее как короче как пылесосу так крышку всасывает раньше крышку выбивала наружу ставишь крышечку и она вот так вылетала то есть вся компрессия выходила наружу а сейчас вот как пылесос сосет себя обсасывает крышку ну где-то я не пойму еще какой-то идет что-то я не знаю перебой какой-то идет на педаль газа не сразу четко реагирует какой-то провальчик есть зажиганием вроде бы все в порядке стоит ну может быть сейчас еще он при работается прикатается подправить там чуть больше меньше позже раньше зажигания в общем поменял вот эту новую трубку поставил на печку вот она идет которая вся отсюда туда новую трубку поменял старая трубка уже вся была ржавая полу сгнившая чуть-чуть бы она потекла купил на базаре китайская трубка поставил в общем шланги патрубки новые здесь 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 там в общем все новые патрубки шланги поставил вот этот патрубок старый стоит потому что здесь стройник переделаны этот радиатор вот над пассата стоит это не гольфовский а пассатовский вот ну как я уже сказал морду сделал всю перебрал и теперь у меня вот такие фары и еще мечта всю жизнь мечтал об галогенках в бампере наконец-то мечта сбылась 20 лет 16 лет прошло в общем нашел родные оригинальные немецкие поставил но так как тут здесь нету оригинального крепления под эти галогенки пришлось короче вот так вот вырезать приколхозить и их нужно будет все равно подправлять то есть вот так выставлять сейчас они немного вниз светят где-то вот так вот до такого расстояния надо их приподнять и так развернуть там то есть что-то какое-то креплением еще придумать замутить сейчас я их пока не подсоединил а вот так вот поставил ну уже вид есть другой совершенно вот такой вид ну а вот эти фары подсоединил поворотник здесь габариты ближний дальний работали когда поставил вот эти фары то здесь дальний пропал остался ближний только дальний здесь загорать почему не знаю вот так вот сейчас работают поворотники левый включи да и вот ходовые дневные огни вот здесь тоже ленту диодную туда приклеил то есть вскрыл фару стекло снял и наклеил сюда ленту диодную чтобы вот так вот у меня дневной ходовой свет здесь горел по ходу вместе с этим короче вот такие вот ангельские глаза получились и просто дальний включи с вертолета просто нажми нет без этих без включения просто тумблер не включай а просто дальний включи флажком щелкни вот линза загорается не пойму то загорается что не загорать сейчас загорелась бывает что не горит короче не из-за чего не пойму выключи выключи включи все выключи по просто выключи все зажигание включи просто включи зажигание вот зажигание когда включаешь загорается ближний свет ну и у меня на старых фарах точно так же было зажигание включаешь загорается ближний свет так было подсоединено короче сведением то что ближний или ходовой огне должно быть круглосуточно включи переделал вот так свет сейчас зажигание включаешь горит у такой ближний свет теперь включи габариты один щелчок сделай вот габариты включаются вот такие вот здесь и вот такие здесь короче ободки ангельские глаза теперь включи еще раз тумблер дальше продави нет зажигание включи это дальше дальний дальний выключи выключи вот включи выключи включи загорается то он не загорался но в принципе фары я уже выставил на фарах то есть вот регулировочные винты здесь 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 все переделал из 6 фар короче перебрал все и старых 6 фар крепления здесь они рассыхаются ломать ну в общем сейчас все винты работы регулировочный вверх вниз вправо влево поворачиваться но сейчас отрегулировал на заборе ночью так более-менее чтоб светили а здесь чисто условно короче дальний свет тоже выставил ну только на уровне вот горизонта выставил вправо влево принципе они ровно стоят в общем у меня сейчас вот такая морда получилось поморгай светом это ближний горит дальний выключи включи выключи ключи загорается там тухнет загорается что-то как-то китайский что-то через раз что ли работать не пойму ну ладно потом после разберусь до ума окончательно в общем сейчас такие новости фары сейчас должны лучше светить в эту последнее время они короче едешь как в у попе у негро получалось ну а сейчас такие диодные я думаю буду чуть пучок получит светить ладно сейчас передов буду прокачивать тормоза а ну и да и здесь я же еще перебрал все тяги кулисы сухарики яблочки там все поменял сейчас переключал к четко работает идеально чик 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 как затвор калашника работает без люфтов без ничего тык 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 короче подоткнул выткнул не без вот таких всяких болтанок там ищешь где какую включить нет четенько чик 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 задний чик все идеально включается то есть очень большое имеет значение хорошие сухарики хорошие кулисы с тягами на переключение коробочку идеально сейчас скорости включаются ну вот сейчас получается покатаюсь где-то тысячу километров солью масло новое масло поменяясь фильтром ну и вот еще по ходу вот тестирую холодильник автомобиль сейчас транспортер завел работает и вот он холодильник такой здоровый короче на 50 литров альпикул называется до этого у меня был маленький холодильник и но он короче не справлялся сейчас семья побольше стала поэтому путешествие нужно затариваться провизии побольше вот приобрел такой большой 50 литровый проверяю вот сети от домашней 220 холодильник нормально где-то за час уже он отпускается до 20 градусов в районе часа ну то есть уже там внутри в камере уже такая изморозь появляется как в морозилке снежочек сейчас пробу тестирую от 12 от прикуривателя ну сейчас вот минус 15 здесь показывает сейчас на улице температура 37 и 6 тепла почти 38 градусов ну вот не знаю за сколько вот час за час десять за час десять вот показывает минус 15 охладила но навряд ли я не думаю да вот изморозь легкая есть но тут холодно только-только вот появляется такой снежочек изморозь пар пошел холодно это настоящий холодильник морозильная камера а до этого у меня были такие как он пипа принципу пельтье они не холодили как морозильники а так чуть-чуть слегка только охлаждали короче говоря там не было фреона и компрессора а путем перекидки там тока короче плюс минус положительное вот он либо мог чуть-чуть охлаждать такой прохладник идет либо мог нагревать уж он решил от того варианта отказаться и вот такой здоровый холодильник пусть будет больше чем меньше пару бутылок железно 5 бутылок наверное сюда минералки лимонадов в месяц а в общем провизии какие-то консервы там пельмешки мельмешки 8 овощи все что угодно можно загрузить емкость большая на тот температуру лигу регулируется сколько можно выставлять как я понял да вот минус 2 а минус 20 нет враг соврал вам не минус 20 было сейчас сейчас скажу где-то 1416 до точно 1416 было вот домашней розетки в течение там 40 минут здорово нормально мощных короче такая вот короче путешествие чемодан холодильник такой вот путешествие чемодан холодильник сейчас скоро в отпуск поедем на моря поэтому пригодится хорошая вещь так ну а здесь я еще попутно и сделал тормоза перебрал тормозные суппорта то есть поменял все манжеты в суппортах вытащил паршиня чик паршинка все зачистил зашкурил все вычистил там всю шелуху грязь поменял манжетики и здесь будет теперь все чинно благородно новые колодки поставил вот и еще сделал новые скобы вот сюда вот это вот скоба она прижимная это вторая скоба еще вот такая вот из хомута из-за такие вот стяжные хомуты вот вот сюда вот проложил такую вот ленту прокладку чтобы колодки не прыгали и не гремели а то тут есть такая проблема всегда колодки гремят на кочках едешь короче они бам-бам-бам-бам-бам неприятно вот сюда снизу такую же ленту прокладку положил и сюда сейчас колодки очень туго плотно входят вот в этот скобок суппорта вверх вниз не прыгать лифта нету железно четко стоят я думаю теперь этого неприятного стука звука не будет от колодок ну и соответственно сейчас передок тоже прокачаю сейчас и будет все отлично но вот такие новости пацаны с гольфом в принципе все глобальное здесь уже закончил остается так только по мелочи все чтобы четенько довести до ума по уму и собственно говоря все на этом и собственно говоря все на этом всем пока не ломайтесь ломать источник есть грамотно всем удачи